В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновской детской поликлинике стартовал новый проект Министерства здравоохранения Московской области. Любой врач, любой специалист, открывая электронную амбулаторную парту, будет видеть результаты анализа. В детском саду номер 39 «Ромашка» прошел традиционный турнир по шашкам. Победителем оказался Ласов Ведя. В Видновской дыше и в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» состоялся мастер-класс скрипача Александра Ревича. Смотри, чтобы один палец передал другому, не останавливаясь. Понимаете? Прежде чем мы начнем, важное сообщение. Завтра, 21 февраля в 12.00 на телеканале «Видное ТВ» смотрите прямую трансляцию вступления в должность главы Ленинского городского округа и подведения итогов социально-экономического развития Ленинского городского округа за 2019 год. А теперь к новостям. В Видновской детской поликлинике стартовал новый проект Министерства здравоохранения Московской области, направленный на оказание медико-санитарной помощи с применением бережливых технологий. Что в себя включает проект и как это отразится на маленьких пациентах, узнала Екатерина Борисова. На сегодняшний день к Видновской детской поликлинике прикреплены 43 тысячи детей. 30 тысяч из них проживают в городе Видное. За пять последних лет количество прикрепленных увеличилось почти в два раза. Их обслуживает 14 педиатров, что, конечно же, недостаточно признает руководство ВРКБ. На данный момент в поликлинике открыто шесть вакансий педиатра. Особенно трудно было в период недавнего всплеска простудных заболеваний, но сейчас ситуация улучшилась. У нас сейчас прием составляет от 30 до 45 детей на приеме в день пациентов. Мы принимаем, порог заболеваем, сейчас по сезонному РВИ идет на снижение. Чтобы восстановиться после болезни, многим ребятам назначают сеансы в галокамере в народе, более известной как соляная пещера. Предназначена для бронхиальной астмы, часто болеющих детей, аллергиков. И для сезонной, то есть аденоидиты, танзелиты – это очень хорошая процедура. Чтобы обеспечить доступность врачебных услуг, в поликлинике открылись два кабинета неотложной помощи и кабинет «Справка в один шаг», куда на прием можно прийти без предварительной записи. Мы организовали с января месяца бригады выездных узких специалистов, из детских специалистов, которые выезжают в район, осматривают там детишек, чтобы они сюда не приезжали в детскую поликлинику, чтобы была там доступна помощь в сельских поселениях. Кроме этого, у нас есть еще две бригады, которые будут осуществлять профилактические осмотры несовершеннолетних в садиках и школах. В этом году Видновская детская поликлиника участвует в новом пилотном проекте Министерства здравоохранения Московской области по организации новой модели оказания первичной медпомощи с применением бережливых технологий. В рамках проекта произойдет полный переход на электронные амбулаторные карты. Ведут новую лабораторно-информационную систему, что значительно упростит жизнь как родителям, так и самим медикам. У нас сейчас уже записи осуществляются на лабораторные исследования, но, тем не менее, сохраняются бланки бумажные, которые иногда теряются. Эта проблема есть, то и ищем бланки, то теряются эти анализы. А когда это будет все в электронном виде, у врача сразу на месте, любой врач, любой специалист, открывая электронную амбулаторную карту, будет видеть результаты анализов. Также обновится настенная и напольная навигация в поликлинике, появится бесплатный Wi-Fi. Перемаршрутизируем немножко потоки, чтобы не было слияния здоровых детишек и больных детей. Немножко будет смена кабинетов. Дополнительно, думаем, одет отдельный кабинет иммунопрофилактики для проведения прививок. Все новшества планируется реализовать в детской поликлинике до конца 2020 года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В Видновской ДШИ в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» состоялся мастер-класс скрипача Александра Ревича. Преподаватель Центральной музыкальной школы имени Чайковского оценил динамику достижений и уровень профессиональной подготовки молодых музыкантов Подмосковья. На занятия именитого педагога побывала и наша съемочная группа. Второй очень хорошо. Значит, ты берешь вторую. Это уже второй приезд преподавателя по классу скрипки Александра Ревича «Видное». Педагог Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского проводит мастер-классы в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». За время преподавательской деятельности многие его ученики стали лауреатами престижных международных конкурсов. Наши преподаватели и дети очень уважают этого преподавателя и с удовольствием представляют свою деятельность для того, чтобы преподаватель подсказал наибольшие рациональные пути для преодоления каких-то технических недоразумений у детей. Для юных скрипачей из Москвы и Московской области это уникальная возможность продемонстрировать свои способности, выслужить мнение мастера и получить ценные советы. «Естественно, что очень разный уровень, поскольку какие-то дети явно уже профессионально нацелены, явно профессионально будут развиваться. А дети, которые, в общем-то, скорее всего, будут играть для себя, что тоже нужно. Вот и все. Просто я всем говорил, что им нужно точно это решить». На мастер-класс «Видновскую школу искусств» 15-летняя скрипачка Глафира Алферова приехала из Подольска. Этот инструмент она выбрала сама за его нежное звучание. Девочка учится в седьмом классе музыкальной школы, участвует в концертах. Но общение с Александром Вениаминовичем, как призналась Глафира, далось ей нелегко. «Очень волновалась, но в итоге оказалось, что людей на моем выступлении, конкретно на моем, было мало, и волноваться было нечего. Да и ругать меня никто не стал, хотя я этого боялась». А вот Филипп Буше не побоялся выслушать замечания. Несмотря на юный возраст, ученик Мытищинской музыкальной школы уже успел победить в областном конкурсе скрипачей и стать официально признанным юным дарованием. Но урок от именитого педагога – это прекрасный шанс усовершенствовать свое мастерство. Смотри, чтобы один палец передал другому, не останавливаясь. Понимаете? Зачем ты растачиваешь? Зачем ты растачиваешь? Нет, не надо, немножко. Он посоветовал мне упражнение на вибрацию, это такое украшение, потому что она у меня под конец чуть-чуть, вот вообще, пока я учусь, она у меня чуть-чуть поползла в худшую сторону, ее надо поправить. И поэтому он мне дал это упражнение. Образовательный центр фонда Юрия Башмета на базе Видновской школы искусств работает с 2018 года. На протяжении этого времени юные исполнители встретились со многими известными музыкантами и педагогами. Напоминаем, что мастер-классы по разным направлениям в ДШИ проходят три раза в месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Впервые за долгое время видновская женская баскетбольная команда «Спарта НТК» оказалась на таком этапе Кубка Европы. Сегодня начинается двухматчевая серия раунда восьми. Противник – сильный баскетбольный клуб из Испании. Напряжение нарастает, тренировки все усерднее. Тяжело в учении, а легко ли девочкам в бою, узнала наш корреспондент Юлия Погасьян. Тренер «Спарта НТК» отмечает, за последний год команда сильно выросла. К видновчанкам присоединились два легионера – опытные игроки из Америки. Да и наши девочки показывают хорошие результаты. Об успехе клуба говорит и то, что ему удалось дойти до высокой ступени в Кубке Европы. Основное время тренировки игроки посвящают отработке тактических взаимодействий. Далеко наперед не заглядывают. Каждой игре, учитывая силы противника, в тренировочном процессе подходят индивидуально. «Еврокубок еще идет параллельно и с Премьер-лигой России. Поэтому мы стараемся смотреть, ну, как минимум, на одну игру вперед, но не дальше. Такое время, когда мы поднимаем все свои ресурсы и пытаемся угадать тот или иной схему защиты или, наоборот, нападения, которое нам поможет». Помогает игрокам и теплая атмосфера в команде. Девочки поддерживают друг друга не только на площадке, но и за ее пределами. Ксения Левченков – «Спартиентка» с детства. Ей было 12 лет, когда она начала заниматься баскетболом. Потом на 4 года уходила в другую команду. И вот в 23 она снова в «Спартие». Говорит, что доброжелательная атмосфера влияет и на результаты игр. «У нас нет такого, что мы вышли за площадку и все разошлись по своим углам. Нет, у нас такого нет. У нас все дружно. Если кому-то какая-то помощь нужна, вот у нас девчонки приезжие, все помогают друг другу. Потому что если ты за площадкой доверяешь человеку, то и на площадке ты уже намного комфортнее себя будешь чувствовать, нежели если ты не общаешься с человеком, а приходишь и работаешь. Я думаю, это большой плюс для нашей команды, что мы все друг друга поддерживаем и вместе общаемся». Сегодня видновчанки играли на своем, домашнем паркете. А, как известно, дома и стены помогают. 27 же февраля им предстоит сразиться с испанками на их территории. Результаты этого матча оформят путевку в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира на континенте. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видновском детском саду номер 39 «Ромашка» прошел традиционный турнир по шашкам. В общей сложности в нем приняли участие более 160 детей из старших и подготовительных групп дошкольного учреждения. За баталиями восьми лучших из лучших наблюдала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. В жеребьевке, которая призвана определить, кто с кем будет играть, участвует только восемь человек. Они оказались лучшими в результате предварительных игр, проведенных в группах. Всего же победителей будет только два. Один среди подготовительных, другой среди старших групп. За всем процессом пристально наблюдают судьи. Смотрим, чтобы соблюдались правила, чтобы была проведена жеребьевка, чтобы какой-то, ну, не антураж, а чтобы дети с раннего возраста понимали, что это серьезно, что это все-таки финал. Внутренний турнир по шашкам проводится в детском саду «Ромашка» уже больше 15 лет. Руководство заведения признается, так давно было дело, что точную дату уже и не вспомнить. Но обстоятельства появления турнира известны и сейчас. Много лет назад, когда у нас работала Максима Больга Алексеевна, она съездила в какой-то детский сад, принесла идею, что можно проводить турнир по шашкам. Тут я вспомнила, что я когда-то сама играла в шашки, что это замечательно, увлекательное мероприятие. И мы стали проводить турнир по шашкам. За долгие годы турнир стал важной частью образовательного процесса. В нынешнем году в отборочных играх приняли участие 160 детей в возрасте 5-6 лет. Во-первых, это занимательно, во-вторых, это познавательно, но и развивает мозг, естественно, детям, где можно заниматься и дома, и в детском саду. Много пространства для этого не надо, достаточно иметь доску и шашки. Как и положено, в финал вышло только 4 игрока. После упорной, и надо признать, не очень продолжительной борьбы, судьи вносят в турнирную таблицу имена победителей, а проигравшие едва сдерживают слезы. Победителем оказался Власов Федя. Награждение проводится в формате веселого детского праздника, на который приглашают и родителей. Дипломы и медали получили 24 участника турнира. Немаловажным аспектом состязаний руководство детского сада считает воспитание, воля к победе, стремление к успеху. Была минута славы? Да! Вы ее запустили? Да! Получились свои награды и подарки от спонсоров и 8 полуфиналистов, и, конечно, абсолютные победители турнира. Владимир Гражданкин из старшей группы и Федор Власов из подготовительной. Кто знает, может быть, мы стали свидетелями начала большой спортивной карьеры. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.